друзья видео я разделила на две части потому что она получается длинная то есть сейчас посмотрите потом будет следующее продолжение здравствуйте друзья вы на канале уютные чаепитий с вами я ирина резвая хотела записать вам обычное видео с нашими делами с повседневными но пока не до этого пока еще особо новостей никаких нет состоит на месте вчера вечером хотели с колей тут выйти к вам поздороваться но потом что-то все не до того не до того ну да ладно будет долгое выступление посмотрите у меня на название на видео есть такое перо как чернильная ручка если это чернильная ручка есть название значит это продолжение моей истории если нет это может быть чья-то другая история или просто наши повседневные видео вот а сегодня я хочу продолжить свои воспоминания и хочу вас спросить нравится ли вам вообще такой формат общения просто я сижу и читаю вот так вот вам просто рассказываю напишите хотя даже если вы и скажете что нет мне все равно придется записывать именно так потому что вот этот вот бисер воспоминаний вот именно так я называю это это как знаете как бисер который рассыпался и ты собираешь собираешь ты помнишь каждую бисеринку каждую бусинку но порой тебе сами бусы очень сложно составить посмотрите да как у меня воображение играть я представила его вот так брать на ниточку нанизывать да и по одной бусинке вам рассказывать не получается значит что я хочу сказать я хочу вернуться в те времена еще до синдера до того как мы уехали спинниги вот я вчера пересматривала фотографии свои и у меня есть моя фотография в плейлисте где там тоже какой-то рассказ где маленькая и вот я смотрю на эту девочку вот смотрю мне вы знаете мне ее жаль вот и вы еще пишете да что я смотрю на маленькую иру не хочется ее обнять а я вот так смотрю на фотографию боже мой обычный ребенок для кого-то красивые для кого-то нет я думаю что для своих детей любой ребенок красивый да может быть я сначала почему-то думала что меня не любит потому что я некрасивая родилась вот так вот я все время думала наверное папа меня не любит потому что я некрасивая все во мне не так поэтому мне всегда хотелось быть уже с раннего с раннего детства мне хотелось быть очень аккуратной я все время за собой все прибирала я старалась быть хорошей послушной делать все что мне родители скажут я могла сделать дело которое мне даже не под силу понимаете мне не под силу эти дела а я их делала и вот я вот так размышляла а почему вот так вот меня кидали в разные стороны неужели так просто можно было раньше сесть поезд и поехать с детьми или с одним ребенком с двумя детьми еще тяжелее сейчас я скажу почему я так начала вот говорить потому что я помню ясли почему помню потому что я не помню как я туда ходила я не помню всех вот этих вот здание это я вам показывала когда была в пениге это были мои ясельки и как мы гуляли рядышком потом впоследствии я работала подрабатывала в этих ясель когда в школе училась но я помню как мы гуляли и на веревочке были такие колечки мы держать за колечки гуляли потом я помню детский сад и эти события в детском саду очень были яркими я помню все в детском саду я помню детей воспитатели тем более фотографии есть начинаю волноваться начинаю делать дыхание не хватает я помню новый год праздники какие-то я помню как меня мама собирала на эти праздники я рассказывал вам неоднократно до когда я же любила быть нарядной чтобы меня мама нарядила чтобы все было красиво аккуратно вы знаете вечером я сама брала маленький стульчик ставила его у своей кроватки мы были в комнате вот гошенькина была кроватка я не помню потом уже когда родился или нет наверное тогда еще не родился но это потом уже впоследствии было вот гошина кроватка моя шкаф стоял и у меня у кроватки я даже помню что она была напротив входной двери потому что часто у мамы немножко по-другому я у кроватки ставила детский стульчик очень аккуратно развешивала свое платьице белые колготочки ну туфельки были на праздник другие туфельки там я помню что простите друзья я помню что у меня были лаковые туфли знаете какого цвета но они были с тупым носочком с ремешком вот на таком маленьком каблучке помните раньше были туфельки знаете какого они были цвета бордово-коричневый такой цвет переливающийся я так гордилась этими туфлями зачем было беречь детскую обувь для чего было их беречь дать мне ходить на несколько праздников и потом они не стали малы я помню очень переживала можно их было носить каждый день считалось ведь что в туфельках но ведь можно летом да например магазин с мамой идти в этих туфельках нет мне отдавали что-то попроще а это вот было на праздник но очень быстро из них выросла я помню и новый год помню и другие праздники помню и помню лето в детском саду когда мы ходили купаться в эту холодную пеню зачем нас вообще водили этот каменистый берег потому что там дальше вы песочные берега нас водили как раз у детского сада там был такой берег не очень высокий все там берега видели какие высокие тут был не очень такой спуск был нормальный и вот мы спускались камни камни нас водили купаться мы там мерзли в этой речке никогда не было жарко мы все время ходили купаться до обеда хотя в принципе еще до обеда вода нагревается как-то было странно вот нам разрешали какое-то время купаться я помню что мне это вообще мне не это не радовало потом я помню как я жила вот была хотела в садике я жила у тети иры когда у меня родители уезжали на юг так тогда уже мне было шесть лет уже егошенька значит уже был тогда он на пять лет меня был младше я уже была да я была шесть лет как раз перед школой я жила у тети иры но и я еще помню когда родился гоша он был совсем маленький и я помню как вы жили в новомичуринске то есть если мама появился мой братик они жили с отцом все у них нормально видимо поссорились может или что там опять у них случилось она с маленьким ребенком и со мной на руках она уехала к бабушке в новомичуринск этот новомичуринск он был как спасение понимаете как как туда-сюда туда-сюда это это был просто какой-то кошмар это представьте мне еще шесть лет а я уже за шесть эти эти за эти шесть лет уже уже помоталась туда-сюда потому что я говорю я помню вот так помню так и помню значит время когда мы жили у бабушки сначала мы жили было таких два общежития одно семейное общежитие не знаю сейчас они вообще живы или нет эти здания в принципе они были каменные ну кирпичные я когда-нибудь поеду я все равно посмотрю два общежития одни из первых одно семейное другое для одиноких людей это общежитие стояла вот буквой п вот так соединялась посередине была столовая внизу общежития в семейном было библиотека впоследствии я уже когда ходила учиться в школу ходила в эту библиотеку и до этого общежития до этих общежитий надо было идти по аллейке почти от дома культуры который тоже тогда вот уже начали строить не помню но я тогда маленькая была я не больно и гуляла я помню это я уже впоследствии стала узнавать все улицы и вот я помню что мы с мамой и с гошей в какой-то комнатке в общежитии для одиноких людей к нам приходит вова я так запомнила этот вечер значит горит лампа давно видимо гошенька спал потому света полного не было пришел к нам а мы все вовка я его так и буду называть потому что но так было прилично вовка и в общем-то и не грубо и все время мама его вовка вовка бабушка и вовка вовка вот и я его всего воды вовка мне разрешалось его так сказать потому что он был тогда еще совсем тоже маленький в общем-то был поздним ребенком бабушки и вот он к нам приходит с пакетом молока с таким вот пакетиком пирамидкой было такое молоко вспоминайте она сейчас кстати есть знаете какой фирмы вкуснотеева продают такое молоко мне все хочется взять из-за того чтобы такая ностальгия да такие пакеты были я помню это молоко допил и ведь я гречаска и тут такого как хлоп говорит как он говорит хлопнет на всю улицу хочешь говорит я это сделала мангрида ты что совсем что ли мать узнает говорит там вот типа получишь они с вовой жили напротив в общежитии тогда да напротив общежития бабушка уже тогда работала но она еще работала тогда медсестрой она еще не хирургом была она вот когда приехала на мичуринск она работала обычно медсестрой вот и я помню что мы какое-то время жили в этой комнате а потом в моем воспоминании значит как будто мы уже на пятом этаже заходим в огромное такое в огромную комнату тоже я вам рассказывала я просто хочу вот эти события восстановить по одной стороне стоят несколько моряк ну крана белая без естественно без шкафов без всяких там вспоминайте вот старые вот эти раковины трубы вот так вот все выведены я не знаю как но несколько несколько короче раковин стоит обычно наверное это была бытовая комната для тех кто жил на пятом этаже такая комната была на каждом этаже для всех жильцов потому что общежитие было немаленькое пять этажей входа в него я не помню наверное он был посерединке как-то потому что я помню только коридоры этого общежития и вот мы входим и бабушка говорит маме смотри какая комната а мама говорит а как же мы будем жить столько здесь раковин стоит как мы здесь как не кровати ничего но у меня бабушка была настолько пробивная настолько она была железная что я просто поражалась вот над ней всю жизнь вот до сих пор да вот я смотрю на фотографии думаю бабушка как то вообще могла вот такую жизнь прожить и тебя ничего она конечно тоже ночами и плакала бывало что но это было редко так вот вернемся потом через какое-то время мы уже заходим в эту комнату раковина только одна стоит прямо входа там уже значит стена отремонтирована заштукатурена покрашена раньше потому что никаких обоев там не клеили в кухнях особенно она была посередине покрашена краской до середины и там уже все было побелено стоял диван стоял значит там было два окна которые выходили на речку да потому что это общежитие два общежития были они были вдоль реки но неподалеку то есть была река проня до реки там еще какая-то поляна в общем то одна сторона выходила там на природу два окна здесь вот стоял значит стол кровать уже была кровать помню для гоши и для меня и в общем то нам бабушка сказала что вы здесь будете жить мне так там понравилось мне так было хорошо от того что мы с мамой вместе что мы не в пенеге ну потому что мама рядом у меня уже как в пенегу ты не тянет да я ребенок совсем и я помню что это было весна значит это было где-то наверное гоша может быть уже исполнился а почему весна потому что я помню нет лето наверное было все таки лето насильки были это было лето это значит мама с радущим гошей уехала от отца я так понимаю потому что если он родился мне было пять лет а в шесть я уже снова была в книге значит вот какой-то период на какой-то период она уехала может быть она и раз она уехал если бы она в гости поехала то это понятно но тут же бабушка для нее организовала вот эту вот квартиру да вот представьте да не каждый это удастся взять общественное место вот так вот общественную кухню договориться убрать все и выделить это под жилье сколько мы там жили я не помню но я помню что мы как-то жили там солнечное что-то солнечное вспоминается почему-то вспоминаются цветы мать и мачехи хотя в общем-то и время было наверное не то все было какое-то вот летние пахло клубникой пахло летом речкой которая была недалеко я была там счастлива какое-то время но я была маленькая мне конечно казалось это это долго все да это сейчас уже вот события вот эти все вспоминая я уже понимаю что все это как-то очень быстро для взрослых это все быстро для меня долго я помню мама на руках с братом и мама говорит там яйца ягод и яички сварила говорит надо сейчас мячком гушеньку покормить ну значит он уже яичко кушал значит это сколько ему уже было если он в мае родился 10 мая у месяца ну да наверное может месяца три верно месяца три наверное уже было ему да потому что я взяла яйцо а раньше яйца не боялись детям давать и в смятку яйца давали мама очень часто нас кормила яйцами в смятку она говорит аккуратно а я стала его вытирать она у меня и смялась и я помню по полотенцу течет это яйцо и я так испугалась что меня сейчас накажут я же вам рассказывала да как дело было там в пенинге посмотрите мои воспоминания как мне там жилось я думала что все сейчас мама рассмеялась так ничего страшного ну как-то так она вообще наверно сказала потому что я помню что она засмеялась что это яйцо у меня что я такая неловкая и в общем то там я была счастлива потом через какое-то время мама снова с братиком не стала а бабушка жила там же но бабушка уже переехала в эту комнату значит ту комнату они куда-то сдали в которой жили и я уже вспоминаю что мы живем эта комната эта комната перегорожена пополам на одной половине жила бабушка ну как двухкомнатную сделали там можно было сделать двухкомнатную потому что помещение было огромное бабушка и у бабушки тогда был мужчина а в другой половине жили мы с Вовой и тогда тоже как как-то вот она была с этим мужчиной сколько же было тогда ей лет я не думаю что бабушка она наверно была еще тогда наверно моложе чем я сейчас я помню что она была с ним счастлива я даже помню моменты когда вот он с ней заигрывал понимаете вот он ее обнимал она смеялась и она была такая счастливая она еще тогда стала донором она сдавала кровь и она говорила что вот кровь сдаю говорит и такое чувство что я летаю я на пятый этаж говорит залетаю прям как птица она себя чувствовала у нее кстати были много было таких вот значков она была когда заслуженным донором много крови сдавала и вот мы жили там но до этого еще был момент видимо тогда еще мама не уехала в своем воспоминании я оказываюсь на огромном картофельном поле мама вот этот дедушка я не помню как его зовут я помню его фамилию называть не буду потому что впоследствии я о нем уже расскажу поподробней мама дедушка бабушка и вова и мы копаем картошку это я тоже помню и тоже было как-то мне тогда-то хорошо я бегала по полю я очень запомнила рубашку в которую был одет тот мужчина она была серого цвета с розами серый цвет рубашки представьте именно серый и на ней были какие-то розовые розы мужская рубашка может он может он был цыган я не помню он был кудрявый это я точно помню моя бабушка кстати не любила цыган вы простите кто меня смотрит но она почему-то она боялась эту нацию и не любила ее может это связано как-то было с этим дедом с этим мужчиной но он был красивый я тогда ребенком я уже видела да что какой мужчина что уже как-то вот в моем уже детском да я я видела какие мужчины красивые какие вот такие посредственные он был красивый высокий такой статный был мужчина и вот он в этой рубашке но с тех пор я не люблю розы не знаю именно красные розы не знаю почему желтые белые сейчас такие розочки красивые да я еще как-то более-менее спокойно стала к ним относиться но красные розы такие особенно если они большие я их терпеть не могу не знаю у меня перед глазами стоит эта рубашка я не могу ее выбросить из памяти а потом мы оказываемся в каком-то доме со стороны этот дом был оштукатурен это все было вот в этом районе ну как бы все это в Рязанской области было там уже много было рядом деревень и по-моему даже это был где-то Монский что ли рай или где-то около Скопина или около Пронска это все было ну где-то совсем рядом с Новомичуринском я знаю точно что он был из тех где-то мест и вот мы в этом доме и бабушка суп варит это я точно помню и он что-то готовил и я помню что как-то было настолько было это вкусно что они готовили и у меня где-то даже вот в памяти какой-то вот запах того дома остался понимаете вот это вот все вот эти вот как я сказала бисеринки воспоминаний потом мы видимо были там у него в гостях возможно потому что ну я не помню еще кого-то но я помню что мама с Вовой пошли погулять Гошенька видимо с бабушкой остался может спал и они взяли меня и мы ходили по развалинам какой-то церкви из красного кирпича дома и мама ходила стены разрушены были я помню как она их трогала помню еще лошади были это я помню точно и я помню что мама пробовала на лошади ее по-моему дедушка тихонечко подсадил на эту лошадь и она я точно это помню прямо перед глазами но я не помню чтобы она скакала там или ездила на этой лошади я помню что она на ней была вот он ее подсадил и все это тоже уже вылетело из моих воспоминаний Но вот этот вот период жизни я тоже помню, что мы были у него где-то, наверное, в гостях, скорее всего. Но дело-то в том, что почему я рассказываю, что комната потом оказалась перегорожена в общежитии. Мама с Гошей уехала, снова уехала, видимо, в Пенегу, а я осталась на какое-то время с бабушкой. Но, видимо, ненадолго, потому что меня отвезли, и я пошла в первый класс, вот уже в Пенеге. Это я помню точно, что уже в первом классе, первый класс я уже пошла в Пенеге. Какой-то вот период дошкольный еще. Я так чему говорю, я просто поражаюсь, как вообще они жить-то вообще успевали или нет. Как так можно было? И там, и сям, и это же надо, это же постоянные переезды, это же поезда, это же вокзалы, это же, боже мой. Дерганье туда-сюда, обратно. Так вот, вот этот период я вам рассказала, чтобы потом к нему не возвращаться, потому что, может, впоследствии, когда я буду все это соединять, я не говорю, что я буду, ух, как там писателем писать. Я, может быть, захочу это написать для... Может, Ютуб пропадет, да, или видео мои там пропадут, не знаю. Но я хочу это все сохранить у себя на бумаге. Я-то закончила на том, что мы... Бабушка приехала за мной в Ивано-Франковск. Я очень не хотела с ней уезжать. Нет, ну я хотела к бабушке, все это, все понятно. Но вот этот период жизни, который я вам сейчас рассказала, я поняла, что бабушка это тот человек, которому перечить нельзя вообще. Я уже тогда ребенком понимала, что если ты бабушке что-то сказал против, тебе просто будет трындец вообще конкретный. Ее мама боялась. Ну как боялась? Может быть, не то, чтобы там прям боялась и шугалась. Да, боялась бы, так может, и не приезжала бы лишний раз. Но перечить она ей не могла. И еще я поняла, что бабушка может все. Почему-то я тогда своим детским мозгом понимала, что для бабушки вообще препятствий никаких не существует. Вот захотела она эту комнату, она ее получила. Да, когда люди там вообще в комнатках. Семья, например, жила в маленькой комнате. Я вот помню, мама с одной девочкой жила там. Кстати, еще сейчас момент вспомню, да, что в общежитии, как мы там жили. Я просто помню девчонку, которая жила с мамой вообще в комнатке, которая, наверное, была, ну, наверное, чуть больше, ну, может, как у Кенюши комнаты, чуть-чуть больше вот этой кухни, потому что... А, я помню, да, что мы как раз вот жили лестница. Да-да-да, точно, я сейчас даже вспомнила расположение этой комнаты. Это была не угловая комната, была из нее выходишь лестница, а за лестницей там еще шла какая-то комната, уже, видимо, угловые. Я помню, что у нас напротив, как раз вот за лестницей на пятом этаже, я подружилась с девочкой, и ее мама тогда работала тоже где-то по сменам, потому что это был все-таки город специалистов, которые приехали в 68-м, начали строить ГРЭС, но все равно шло активное строительство, приезжали молодые специалисты, учителя, доктора, в общем, туда ехали многие, чтобы там получить квартиру, обосноваться, потому что город расстраивался. Вот ее мама тоже работала по сменам, но мы с ней подружились. Я была маленькая, она, по-моему, была, что ли, уже в школе училась. Я у нее в первый раз попробовала суп из пачки. Я помню, как к ней заходишь, вот вход вот так вот был, как-то так стоит столик такой, на столике маленькая плиточка электрическая, ни газа, ничего не было. Кстати, в этом хижите не было газа, были плитки. И вот стоит вот такая плиточка, знаете, старые, такие раньше были, и на этой плиточке кастрюлька. И я помню, что она говорит, ты есть хочешь? Я говорю, хочу. И она налила мне вот этот суп из пачки с этими маленькими брусочками мяса, с этими колечками. Ой, Господи, какой был суп. Он и был, потом и впоследствии он продавался у нас в советских магазинах, да, но вкус, уже сейчас такого, наверное, вкуса не найдешь. Я помню, мы с ней так этого супа наелись, и мы с ней дружили. А еще я помню, как мы устраивали там концерты в этом. Мы собирались, собирали всех вечерами, всех зрителей с нашего этажа, приходили еще зрители с других этажей, и мы пели песни. И мне очень нравилось выступать. Мне так нравилось петь песни, мне так нравилось что-то рассказывать, какие-то стихи. И вот эта девчонка со мной, по-моему, там еще кто-то был с нами. Это были такие воспоминания. Никто никогда не говорил, не ругался, что мы бегали по коридору, понимаете? Там длинные коридоры, мы маленькие. Нам вообще казалось, эти коридоры вообще не имеют вообще даже расстояния короткого. Мы там бегали, играли, и в мяч играли. Боже мой, на каждом этаже детские крики. Настолько это было весело. Но в определенное время все ложились спать, и был комендант. В каждом общежитии тогда был комендант. И у меня бабушка уже в других потом общежитиях, она уже подрабатывала. Сама комендантом была. И тетя Люба впоследствии тоже какое-то время работала, когда к ней приехала. Были коменданты, которые следили за порядком. Они проверяли, чтобы не было пьянства, не было шума после определенного времени. Ходили, и была тишина, чтобы ни один ребенок не пробежал. В общем, была дисциплина жесткая. Это я помню точно. Потому что даже в комнатах разговаривали тихонечко, в полголоса. Телевизора у нас не было. Телевизор, по-моему, был у кого-то. Телевизор была тогда почему-то редкость. Даже не помню, почему. У нас появился маленький телевизор. Бабушка привезла его с Рязани. И первое, что я увидела на этом телевизоре, это мультик «38 попугаев». Потом, по-моему, была передача... Еще была ириска. А вывагдейка, что ли? Если я не путаю. Вот, по-моему, тогда уже было в то время. Но вот эти 38 попугаев... Я этот мультик терпеть не могла. Вот, друзья, вы понимаете? Не могла терпеть его, и все. Эту мартышку, этого удава, этого попугая. До сих пор я... Вот откуда? Ну, видимо, ассоциации какие-то детские, да? Сейчас, друзья мои, я подключусь. Подождите. Ведь чай зеленого нальют. Друзья, если видео будет длинное, я разделю его на два раза, потому что... На две части, вернее. Потому что слушать-то тоже вам меня когда? Тоже не будете, ведь сидеть, слушать меня вечно. Смотрите, я посмотрела. Абвгдейка, какого у нас выпуска? 75-го года. Ну, я говорю, она была. И... Как его? 38 попугаев мультик. Какого года выпуска? 76-го года. Ну, вот. И помню телевизор. Был очень редко. Так, а фильм «Кавказская пленница» я точно помню, что я слышала... Вот. Вообще, 67-го года. Потому что я помню то время, когда этот фильм вообще, он вышел на экран. И когда мы еще жили... Я так эмоционально рассказываю, потому что я помню это время, когда вот эта вот песня, где-то на белом свете, она вообще прям... Она везде была, везде. Это начиналось... Это кино, и... Как это все? Вообще тишина. Я помню, что говорили, что будет это кино. Но раньше же ни анонсов, ничего не было как-то. Но все равно мы узнали, что вот скоро будет кино «Кавказская пленница». Может быть, его сначала показывали в кинотеатре или в клубе. Я не знаю. Но как-то был вот такой ажиотаж у взрослых, что скоро по телевизору будет «Кавказская пленница». А, ну так что я торможу-то, господи. Программа же была. Телепрограмма. Может быть, из-за этого. Это газетная или какая-то. В общем, точно, наверное, из-за этого. Вот видите, мы же... Откуда я знаю, как там раньше все это анонсировалось? Скорее всего, программа была в газете. И вот именно тогда я познакомилась вот с этим фильмом. Но я его тогда не видела. Я только помнила вот эту песню, которая была тогда легендарная, в общем-то, да? Где-то на белом свете. И, в общем-то, вот такой был период времени. Это был период, когда мы жили вот там, в этом общежитии. Вот у меня пришел сын. Видимо, вторую часть придется записывать.